Добрый день! Немножечко хочу рассказать о Москве. Уже месяц прошел, как я дома, все еще с удовольствием вспоминаю те моменты, которые я там с удовольствием провела. И в первую очередь огромное спасибо моим поклонникам, которые украсили эту мою поездку в Москву. Она была необыкновенной. То есть я много раз говорила о том, что каждый раз, когда я приезжала в Россию, меня очень часто согревала единственная мысль о том, что у меня есть обратный билет домой, и я в любом случае попаду назад, а могу даже в любой момент просто поменять дату этого билета. В этот раз я не мечтала о дне своего отъезда. Я наслаждалась общением с вами и в Омске, и в Москве. Москвичи, конечно, вообще меня поразили, и мне очень приятно осознавать, что вы абсолютно искренне по-доброму ко мне относитесь. И спасибо огромное девочкам, которые посвятили мне такое огромное количество времени и такое огромное количество незаработанных денежек, потому что в Москве время-деньги больше, чем где бы то ни было. Я это прекрасно понимаю и очень ценю. Москва прекрасна. Москва прекрасна и днем, и ночью, и в центре, и на окраинах, и даже при том, что Москва очень перекопана, потому что они готовятся к следующему году уже, к чемпионату по футболу или еще почему-то. Она на самом деле очень перекопана, но при этом при всем впечатление самое приятное, потому что вот здесь разрыта траншея, а рядышком цветут цветы, которые высадились ранее. А не так, что к августу в Омске будет день города, вот ко дню города цветочки только и посадим. Очень порадовала чистота, очень порадовала благоприятная обстановка, доброжелательная обстановка москвичей. Они очень сильно изменились, они научились улыбаться, они научились быть вежливыми, они уступают дорогу, они объясняют, что, безусловно, очень радуют. И меня очень приятно порадовало то, что я не видела пьяных на улице. Один-единственный раз возле одной станции метро я видела парочку бомжей, и все. Везде порядок, везде отсутствие мата, отсутствие пьяных лиц, что меня достаточно сильно напрягало в Омске. Я боялась иногда доставать камеру, потому что за очень многими кустами сидели кучки по три, по пять человек, для которых выпить на улице являлось, наверное, нормой. Погода была жаркая, но это нисколько не смущало людей, вот в тенечках они там останавливались. И, конечно, это не скрашивало мое впечатление об Омске. Я сейчас подумала о том, что, может быть, на самом деле, как говорят, в Омске нет работы, и люди просто вынуждены столь праздновремя проводить. И, может быть, за город не на чем поехать. Они вот под каждым кустом находят себе и стол, и дом. В Москве все великолепно. Ночью мы проехались по Москве с девочками, с нашими подписчиками. И я некоторые эпизоды наших разговоров сохраню. А те кадры, которые попали в днём, это я шла со своими внуками. У меня в Москве есть ближайшие родственники, внук и внучка, и правнук уже у меня там тоже есть. И они тоже посвятили мне достаточное количество времени, чтобы встретиться со мной один раз и другой раз. Спасибо огромное всем, кто скрасил мое пребывание в Москве. Я очарована Москвой, очарована она совсем другая. Здесь будет сейчас слева гостиный двор, и всякие выставки проводят. Сейчас покажу чуть-нибудь подальше. А справа будет гум, он весь подсвеченный. Поэтому я специально хотела мимо него проехать. Вон тот, который сверкает, сверкает. Да, 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 весь, весь, весь. Спасибо, ага. Галь, в гуме-то была внутри? В этом году не была, вообще, конечно, почти каждый раз. Вот он, гостиный двор, вот слева. Там можно на экскурсию ходить. Да, там можно просто на экскурсию. Да, в гуме-душке, да. Нет, там есть столовая номер 21. Очень рекомендую. Да, вот, может, там и поедим. Мы сегодня, девочки, какие-то, чем у реки на Елис. Света номер один у нас, как у нас? Чехана номер один у нас была. Там кормят по рецептуре Советского Союза. Ага. И очень дешево. Понимаешь? Сейчас вот направо, я чуть-чуть приторможу нас, никто не... Вот тут и прям такой подсвеченный весь в арках вот там вот. Да, да, вот это... Очень красиво. Это как у нас в этом, в Вегасе, старая улица в Старом Городе. Ух ты, куда мы приехали? Прямо рядом. Прямо, прямо Спасская башня, да. Прямо на Красной площади. Да, прямо на Красной площади. Вот он собор Василия Блаженова. Такси только... Он народ гуляет. Нет, народ гуляет. Ничего народу сколько. Время 11 часов. Народ. Вы о чем? Вот оно, умное. Опс. Надюшки, извините. Брусчатку никто... Брусчатку никто не... Это историческая, да. В гостинице Балчук, остров Балчук. Да, вот тут квартира. Ну... Есть у меня тут одна знакомая, у нее персональный лифт обшитый листами золота Да, мои вы сладкие, господи, уже некуда ждевать денег Давайте обошьем золото Да, я когда-то раз увидела, я немножко прибалдела, видимо Очень давит, когда золота очень много, как-то прям неужели Слева мы не сможем, мы будем только справа Пешеходов ночью Как не надо, пускай обещают Какие тучищи там собираются? А вода красивая А мы его прямо объедем, да, на дом? Да, а вот, Галь, впереди памятник, потому что я его проезжать не буду А, это Владимир Красносолнышко, девочки Это мы уже, мы уже пахохотали по этому поводу Да Мы с Наташей здесь проезжали Красно-красносолнышко А там, в юбилеционной библиотеке Ленина Красивый мостик, да, который? Российской Федерации Министерство обороны Российской Федерации За что? Практически Почему же они так оберегают-то? Обороняются Обороняются А от чего? Так, как в юбилеция есть, да? Здание? Да, а вот мы вот А, нет А, нет Сергей Сенин, добрый поздний вечер, разношатрающаяся снимающая публика Главное здесь испокнуться Степливость Вот так это из-за стола А, вот так это Вот так встречать будут у нас красиво Ребенок не поговорил со мной тоже, видимо, из-за разности во времени Ну, написала в комментарии Мама, я в Финляндию тоже еду Все, я поняла уже, я попала Вот сейчас этот, вон Америка, Америка А, вот она, наша роднушечка Красотушечка Что-то вообще не подсвеченный Да, правительство наше прилетает Мы летали бы на самолетах каждый раз Чушь улицы-то закрывают Да, чушь улицы-то закрывают без конца Ну, видимо, не у всех вертолеты летают Наверное, не у всех Ой, а там вот сколько катеров у нас всяких споев Вот это бывшая гостиница Украины Она, по-моему, осталась просто Рэдисон Рэдисон Роял Хотел Да Гостиница там осталась Гостиница, да, гостиница работает, да Она очень дорогая Это просто реклама, солнышко По ночной Москве мы тоже очень много походили И по старому Арбату, и по новому Арбату И поскольку хотелось, чтобы было это в темноте Мы поехали после спектакля Про который я вам уже рассказывала И поэтому, когда добрались до поклонки Уже отучили все освещение И фонтаны, символизирующие море крови Тоже уже были отключены На поклонке я была много-много раз Потому что моя ближайшая подруга В свое время жила рядом с поклонной горой И мы там бывали, конечно, очень часто Но я никогда не догадалась пойти вечером, ночью И поэтому вот эти кроваво-огненные фонтаны Я, конечно, не восприняла бы даже сама Вот за тот символ, который они несут Но мы успели посмотреть с обратной стороны Когда припартовались, уже все это было отключено Москва не везде бодрствует до утра Кое-где она имеет время для того, чтобы отключать иллюминацию И отключать подсвет Я еще в парочке кафе побыла в Москве Я чуть было про это не забыла Если бы не наткнулась на кадрики Один из них обыкновенный кофе-хаус Но его специфика в том, что он расположен в том доме В котором жил и творил господин Булгаков То есть мы находили рядышком с местечком Где Аннушка разлила маслица И мы с удовольствием посидели в этом кафе И вышли во двор там, где вход в музей господина Булгакова И там, конечно, его почитатели толпятся Для меня это было приятным сюрпризом И я очень была благодарна своим родственникам Что они выбрали именно это место для того, чтобы немножечко перекусить Сама я не знаю, успела бы я или не успела в это местечко подойти Потому что Наталья-то нас хотела подвезти ночью к этому местечку Но это бы было просто из окна машины А так мне вот посчастливилось Не просто проехать мимо этого местечка Но буквально ощутить себя участницей Вот почти некоторых известных нам событий Правда, я вот в этом переходе в лужу попала Потому как камеру несу И старалась как можно больше снять Для того, чтобы в памяти осталось Но вот вляпалась в лужи В Москве были дожди каждый день Я вам про это уже рассказывала Но холодно не было Были дожди и было достаточно тепло Мама моих внуков работала в центре города Поэтому улицы, по которым мы проходили Были ими давно изведаны Не один раз по ним они проходили Поэтому провели меня более чем благополучно Показали самые приятные места Обращая внимание то на то, то на это И мимо Патриарших прудов мы, конечно же, не прошли Прекрасное местечко И я так понимаю, одно из любимых мест отдыха москвичей Которые и рядышком живут И которые специально приезжают здесь побыть Приятно было увидеть здесь Не только чистоту, ухоженность Но и настоящих живых лебедей Раньше я в России лебедей видела только на картинке Это уже здесь, в Америке Это стало манию действительностью Правда? Правда, даже лебеди у нас живут У меня в моей деревне тоже есть лебединое озеро И вокруг него вот так же по кругу стоят домики И у каждого домика есть маленькая скульптура Скульптурка лебеди хотела закончить я свою фразу И, конечно же, я ее закончила Просто я снимала вот такими маленькими отрезочками Поэтому я и не вставляю наш разговор сюда Потому что я постоянно выключала камеру Мест хороших много Хотелось побольше запечатлеть И наш разговор семейный Это был исключительно для нас Мы с ними посидели, поговорили Я родственникам переслала наш разговор О чем мы разговаривали И мы себе, и ближайшим родственникам Потому что далеко не у всех есть возможность Теперь съездить в Москву И повстречаться с теми, с кем раньше встречались Почти каждое лето Басни А это вот зазнайка Мать и зазнайка А вот еще павлин А вот еще павлин Это мы у патриарших тут гуляем По улицам слона ходили Как будто на показ Служит Собачку заласкали Просто заласкали Все блестит И мы ее тоже похвалим Всяко-разно Здравствуйте Мы берем, мы берем Спасибо большое Вот так Спасибо большое Мы берем, мы берем Смотрите, сегодня раздаривают Вот такие прекрасные розы Всем раздаются Вы скажите, как называется эта роза? А, это Новый Сорт Москва Ну а как Просто Москва будет? Москва Да Шикарно Ой, великолепно Вот у нас уже много их сегодня А это чего-то Ой Кукушка хвалит петуха За то, что хвалит он кукушку Ребят, мы все знаем Боже мой, как хорошо вы грамотны Вот, желуди какие-то мы Трогаем А здесь А вы, друзья, как не садитесь? Все, музыканты не годитесь Так? Так или не так? А тут еще замочек А тебе ладошечки надо А тебе что, коленочку мы потрем? Вот так Дождь нас загнал в ГУ Чему я была несказанно рада Потому что я уже не помню Когда последний раз Заходила в этот магазин Выглядит он, как всегда, шикарно Но на сегодняшний день Он больше похож на музей Чем на магазин В котором мы когда-то стояли В очередях За очередным дефицитом Который там выбрасывают Как вы можете видеть Народищу навалом Я не знаю Потому что дождь всех погнал под крышу Или, может быть, всегда здесь так людно Во всяком случае Теперь это люди, конечно, не в очередях стоят С написанными номерками на ладошке Люди заходят полюбоваться Вот на эту красоту Здесь сад С цветущими, великолепными цветами Очень много мест Где можно посидеть Перекусить Отдохнуть Встретиться у фонтана Все здесь есть Изобилие, роскошь, великолепие Все присутствует Но меня поразило не это Меня поразило то Что была возможность Окунуться немножечко в прошлое Мои родственники про это знали Поэтому вели меня целенаправленно К тому месту В котором я должна была удивиться тому Что это не сохранено Что это возобновлено А имею я в виду маленький киоск В котором сейчас продают воду Газированную сиропом Такую, какую мы пили в детстве Вот стоят эти кубы Вы выбираете себе тот вкус Который вы решили выпить И вам наливают его Именно так Как это было В те старые добрые времена Не тогда, когда вы брали Из автомата И стаканчик сами там мыли А тогда, когда вам Буфетчица Это называлась неофициантка Буфетчица Наливала вам сиропчику сначала А потом газированной воды Мне было очень приятно Что мы такое место нашли Вернее, не нашли А к этому месту пришли И я так думаю Что это очень хорошая идея Для бизнеса во многих местах Старое поколение с удовольствием попьет И расскажет детям и внукам Как нас когда-то обслуживали Кстати, молодым тоже нравятся Эти ароматы, эти вкусы Вот так вот хорошо я побывала в Москве Спасибо еще раз всем огромное За то, что скрасили мне Мое пребывание Я не ждала на самом деле Не ждала Дня отлета Он просто наступил Пришло время мне возвращаться домой А все предыдущие мои поездки Я ждала Ну когда же Ну когда же Этот день наступит Великолепная была поездка Я очень рада Что я это сделала И я рада Что у меня есть канал И что у меня есть люди Которые продолжают меня смотреть И которые мою жизнь Собою очень украсили Спасибо всем за все А с вами была Галина Смит Сегодня самый лучший день Всего доброго Пока-пока Я хочу вот здесь Красоту показывать А вы мне мешайте красоту показывать